Шесть человек были за этим стал абсолютно лишним людьми, потому что только два человека, Женя и Кристина, просто пожирали друг друга взглядами, улыбались, любой бы посчитал себя лишним. А потом они вдруг решили, что об их чувствах должны знать все, они должны выйти на сцену и спеть тот великий хит, который их так сильно роднит. То, что это обидело Артема и, собственно говоря, Настю Бегриду, ну, это, конечно, вообще никого не волновало. Эти люди должны были просто быть довольны, что они могут прикоснуться к прекрасному и послушать этот дуэль и рядом просто сидеть, сидеть и смотреть. Вот, честно говоря, я уже жалею об этом наступлении, и для меня это был сугубо творческий процесс, сугубо, как бы, моя песня, которую мы записали. Женя, ты поешь песню, смотришь в глаза Кристине, три раза кончила время наступления, Женя. Ну, Влад, у меня в штанах было... А я тебе не говорю про штаны, я тебе говорю про вождливающий взгляд. Ну, Влад, тебе виднее. Хорошо, а как ты считаешь, Женечка, по отношению к Насте, это справедливо, она заслуживает этого. Я перед выступлением у Настя спросил, ты не против, если я исполню с Кристиной нашу песню, она сказала нет. То есть, я как бы, ну... Даже ты ушел исполнять песню, а на сцене практически переспал с Кристиной. С вашим поведением. Ты же не говорил ей, Настя, можно я практически переспал с Кристиной? Да, абсолютно, не было никаких вожделенных мыслей касательно Кристины. Настя, как ты считаешь, поведение Жени вчера было достойно во время этого выступления? Твою мнение? Смотри, изначально, да, Женя спросил, может ли он исполнить эту песню, я была не против. Но то, что как бы происходило на сцене, за всю песню Женя на меня не посмотрел ни разу. У него, ну, они слишком экспрессивно ее исполнили, и потом, через какое-то время, просто все комментарии, которые походили мне в директ, это о том, что, вау, они красивая пара, они друг друга сожрали, они что, вместе, нужно быть вместе. Не знаю, мне было, я просто себя глупо как-то чувствовала. Думайте, что хотите. Думайте, что хотите. Это настоящая мужская позиция. Артем и Кристина? Да. Смотрите. Красивый, умный, интересный, талантливый парень рядом. Оказалось, что с большим сердцем, с пониманием, с чувством юмора, много мимо ушей пропускает, слава богу, по отношению. Твой дурацкий характер на них закрывает глаза. Он заслужил того, чтобы ты вчера так себя повела на сцене, а потом просто взяла и сбежала со свадьбы. Смотри, Влад, я не считаю себя абсолютно виноватой, что я спела эту песню. У меня Женя предложил, я захотела, я спела. Это было мое сухое желание. А ты не слышала, что мы обсуждали, а, Кристина, ты слышала, что мы обсуждали до этого не тот факт, что вы спели, а как вы спели. Здесь ты не можешь контролировать эмоции. Ну, понятно. Ты то, что поешь, смотри, то, что ты поешь, то ты выражаешь, да, своим лицом, своим телом, своими руками. Ну, на лице написано слова песни. Глаза немножко обычно выдавали. Смотри. А у вас глаза вчера выдавали совершенно другое. Вы были счастливы, что вы оказались на этой сцене? Безусловно, потому что я очень сильно дорожу этой песне. Если бы дорожила так песню, у тебя вон музыкант сидит рядом. Ты бы сделал 25 ремиксов, спела бы эту песню вместе с Артемом. И более бы никто не знал, понимаешь? А я считаю, что я не имею права... Кристина, ты имеешь право унижать своего мужчину. Я бы чем он заслужил. Я его не унизила, потому что я его спросила, могу ли я спеть. Он сказал, иди. Потом, как я себя вела на сцене, я никого не трогала, никого не цуровала. Я не могу понять, Кристина, на твоей улице случился праздник. Появился реально достойный мужик. Ты почему так по-скудски так не мотносишь? Я думал, что ты устроишь не по-скудски. Влад, я все верная, как собака в отношениях. Я не принадлежу. А, это верная? Где ночью собака где была? Влад, я твоей подружке была. Я тебе клянусь, я вам могу показать... Почему... Не надо мне вот эти справки от ветеринаров, не пойму, где купленная. Значит, вопрос в другом. Почему мужика у своего не отпросилась? Собака верная. Как он меня посылал на три буквы, мы бы вздорили. Я правильно понимаю, что передо мной сейчас сидит неадекват, неуравновешенный психопат, который просто так шел-шел и начал тебя орать и посылать тебя. И я была неправа, и он был неправа. Кристина, давайте я объясню, как это выглядели. За каждой моей особой, которую я высказываю в сторону Ромашова. Нет, 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 это вранье и лицемерие. Объясняю, как это выглядит. Пришла Кристина, спела песню, нахлынула вот эта вот бабская. Дальше врубилась страдалица. Тут Артем со своими непонятными оценками. Дальше агрессия. А потом все, мы убегаем к подружке, неподружке, страдать. Как же было с бывшим хорошо.